Ахтунг, ахтунг, в эфире Степан Димура с программой Парадокс. Сегодня мы поговорим о шуме, который вновь поднялся вокруг нашей ненаглядной пенсионной реформы и пенсионной системы. Но действительно есть маленькое замечание по новостям. За что человек судить-то и сгонять? Ну, семь лимонов, это же нормальный ценник за депутатские корочки. Единственное, что перед выборами, помню, справедливая Россия занималась жестоким демпингом. Прилагали мне место в проходном списке за 500 тысяч евро. Я подумал, что в Госдуме делать мне нечего, время только тратить. Не попался на эту удочку, хотя мог бы купить за 500, а сейчас за 7 продать. Да, хорошая идея, черт. Плохой из меня бизнесмен. У нас в гостях сегодня Юрий Зинович Люблин, первый вице-президент Национальной ассоциации пенсионных фондов. Добрый день, Юрий. Добрый. И поговорим мы о пенсионной реформе, вообще о пенсионной системе, которая сложилась в нашей стране. Но сначала я хотел бы вам, как профессионалу, адресовать вопрос нашего телез... Прошу прощения, дурная привычка. Нашего слушателя Сергея Николаевича, вот как он подписался, вот что он пишет. Я работающий пенсионер, у меня дилемма, закрывать свое ИП или еще трудиться. Тут такое дело, я уже не могу физически работать 8 часов в день и ежедневно без выходных. Годы берут свое. Однако мне, как ИП, резко увеличили отчисление в пенсионный фонд. Фактически это моя годовая пенсия. Скажите, что таких не бывает, однако, как предпринимателю, мне за 2003 год дали что-то около 3 рублей и тому подобное. Хотя налогов за этот год я заплатил около 200 тысяч. За предыдущие годы не зачли, типа патент не предусматривал, однако плату за патент взяли. Конечно, можно сказать, закройте предприятие, отдохните, а потом откройтесь. Но как быть с банками, новыми документами, все требует снова денег. Как все это коррелирует с призывами, отдавайте пенсионеры, проработайте еще. Вот такое письмо. Ну, должен сказать, что Сергей Николаевич, скорее всего, я могу предположить, работает... Индивидуальный предприниматель. Индивидуальный предприниматель. И я думаю, что его с 1 января этого года наградили удвоением ставки уплаты взносов в пенсионный фонд. И он стоит перед выбором, что делать. Либо продолжать заниматься этой деятельностью, либо прикрыть эту лавочку. Но мы... А жить на что? На ту пенсию, которую платит государство? Я должен сказать, что на ту пенсию, которую платит государство, к сожалению... Хотя нас и призывают к тому, что пенсия немаленькая, и жить на нее можно. Не безбедно, но можно, как говорят в социальном блоке правительства. Но я думаю, что это не так. Это нереально просто. Конечно, нереально. И посоветовать ему, если он силу возраста действительно работать не может. Может быть, найти какую-нибудь работу не индивидуального предпринимателя, а в каком-то облегченном режиме пойти в наемные работники. Хотя у него, видимо, образ уже жизни сложился такой, что вот он сам за себя отвечает и сам себя обеспечивает. Ну, ничего позитивного, или, во всяком случае, обрадовать его чем-то, к сожалению, на сегодняшний день не могу. Я могу сказать, что дальше будет еще больше. Потому что сегодня только первый шаг, когда ему увеличили тариф. На следующий год он будет еще увеличен. Исходит из того, что вот такие люди, как Сергей Николаевич, мало платят, а вроде хотят получать много из пенсионного фонда. Ну, если он платит, заплатил 200 тысяч и получил 3 рубля, это как? Ну, по меньшей мере, логика тех людей, которые сегодня пришли к управлению пенсионной системой и предлагают провести какую-то непонятную никому реформу, вот они исходят из того, что они стоят на страже баланса пенсионного фонда, в который предприниматели платят мало, это их логика, а получают не меньше гарантированной пенсии, которая сегодня где-то там 9,5 тысяч. А, то есть к нам снова пришли эффективные менеджеры? Не то слово. Настолько эффективные, по-моему, их логика заключается в том, что вот их поведение на самом деле, до них ничего не было, они вот сейчас развалят, а потом изобретут велосипед. А в чем проблема старого велосипеда? А вот я просто вам объясню. А проблема старого велосипеда, в их понимании, состоит в том, что пенсионный фонд дефицитный очень, а эта дырка... Ну, это во всех странах так? Ну, может быть, не в таких темпах, не в таких объемах, и не в силу тех решений, которые принимались, связанные с выплатами из этого фонда. Но когда у нас основной электорат пенсионеры, вы сами понимаете, что каждые 4, теперь каждые 5 лет нужно что-то делать, чтобы перед выборами пенсия выплачивалась в увеличенном размере. А когда источника покрытия таких решений нет, сами понимаете, что бюджет пенсионного фонда начинает трещать по швам. Он сегодня затрещал на сумму свыше триллиона. А в каком году? Ну, на мой взгляд, был такой, скажем, терпимый дефицит постоянно, но удар по финансовому благополучию, или, скажем так, вообще по финансовому состоянию пенсионного фонда, был нанесен где-то в 9-м... Нет, я имею в виду дефицит триллион рублей... На сегодняшний день. Как уже? На сегодняшний день? Да, да. И вот он резко сильно возрос, когда было принято решение о увеличении, по-моему, в 9-м или 10-м, сейчас точно не помню, на 40% страховой части пенсии. Но никто не... Такими темпами у нас зарплата не росла. То есть беда в том, что принимается решение об увеличении пенсии несоответствующим экономическим результатам. То есть просто отчисления от бизнеса, они не поспевали за выплаты? Они просто не успевали. Я напомню ситуацию в связи с решениями 9-го, 10-го года на бизнес, вы помните, может быть, ситуацию увеличили до нельзя. Тариф аж до 30, по-моему, двух, что ли, а то и больше 30. И бизнес снова перешел конвертом. Не просто бизнес сказал, ребята, запредельно, либо мы сворачиваем производство, либо мы бежим в Казахстан и куда-нибудь еще в Союз, где таких тарифов нет. Но и вынуждено было государство отыграть назад. Я помню, Кудрин тоже, по-моему, на 2% увеличил ЕСН. И тут же получил удар 800 миллиардов несобранных налогов. Абсолютно верно. Поэтому вот Сергея Николаевича, к сожалению, утешительного сказать ничего не могу. У нас на линии Екатерина. Екатерина, добрый день. Добрый день, Юрий. Вы знаете, я полностью могу подтвердить то, что вы говорите. У меня мой папа работал с 14 лет. Он получает сейчас минимальную пенсию вообще из всех каких-то. То есть он работает до сих пор. Он получает минимальную пенсию, но он, естественно, работает налево, что называется. И у него было ИП, но из самых... Вот он еще в Горбачевские времена взял патент. Он всегда платил налоги. А потом просто-напросто, когда он вышел на пенсию, он отчислял в пенсионный фонд 8 тысяч рублей. А он получал пенсию наркой 2 700. То есть у него не было даже социальной части. То есть ему оставили, то есть, простите, наоборот, только социальную часть. И все остальное, все доплаты города Москвы с него были сняты. То есть фактически он платил те деньги, которые сам получал в течение года. Вы понимаете, да? Да. И это он не единственный человек, естественно, такой. Кто вообще вот такой... Причем человеком высшее образование, он, педагог, он попробовал вернуться в структуру преподавания, и его просто отшили. Педагог с университетским образованием. Он сказал, вы нам вообще с вашим возрастом не нужны никогда никому, ни при каких обстоятельствах. Екатерина, я посочувствую, конечно, вашему отцу в том плане, что на старости лет с ним так обошлись. Но я вам хочу сказать, что и в перспективе, в общем-то, нас ожидает безразостная пенсионная система. Вот много сегодня говорят о так называемой стратегии, которую правительство утвердило буквально в последние дни. У нас есть правительство только одни стратегии утверждает. Да, вы знаете, в конце декабря... Но они меняются каждый год, по-моему, стратегии. То там 20-20, то 20-30, 20-55... Ну, давайте я, может быть, поговорю немножко о той стратегии, которая утверждена 25 декабря. И ничего позитивного с точки зрения интересов населения в ней нет. У нее откровенно фискальный характер. Что вы имеете в виду, когда вы говорите откровенно фискальный характер? Пополнить казну побольше, а выплаты сделать поменьше. Почему нет в этой стратегии самого главного? Вот сейчас, говорят, в 2013 году люди должны выбрать между накоплениями или солидарной частью пенсии. А как я буду знать, как рассчитывается солидарная, чтобы сказать, да, я пойду туда? Потому что формулы нет. Это сложная штука, которая, насколько я знаю, вот сейчас проработки идут. Там собираются такие элементы в нее вставлять, что их ручная настройка приведет к тому, что пенсии будущих пенсионеров будут ниже. Именно относительно, скажем, против сегодняшней заработки. А пенсии, они вообще собираются индексировать по отношению к инфляции или нет? Да, пенсии, в общем-то, надо отдать должное. Они индексируются вот и сейчас. По отношению к официальной инфляции? С 1 февраля, да, пенсии будут проиндексированы, страховая часть, по-моему, процентов на 6, где-то так. Ну, надо сказать, что государство соблюдает обязанности по индексации пенсии, то есть по поддержанию их реальной покупательной способности. Тут никуда не денешься. Но вот я повторю еще раз. Главный вопрос о том, что вы хотите в будущем. Солидарную часть предлагает ваших личных, ну, принадлежащих, будем так говорить, условно вам, пенсионных накоплений. Отдайте 4% в солидарную часть на выплату текущих пенсий. Вот давайте объясним, ради слушателей, что вы имеете в виду, что значит солидарная часть пенсии. Как вообще формируется пенсия? Ну, пенсия сегодня формируется из двух частей. Одна, так называемая, страховая или солидарная. Это когда финансирование пенсии обеспечивается за счет поступления текущих взносов, которые сразу направляются на выплату пенсии. Взносов от кого? От работодателя. От работодателя. И вторая часть... Вашей пенсии. Или пенсии других человек. Нет, это мои взносы, я работаю сегодня. Да, вот я работаю. Мои взносы пришли в пенсионный фонд, они идут на выплату пенсионеров. На мой счет, условно записывается обязательство в будущем мне вернуть... Тут тоже есть столько лукавства, если хотите, я могу потом сказать. У нас буквально осталось 7 секунд до выпуска новостей. Вторая часть накопительная, которая обеспечивается за счет накопления... В эфире снова Степан Демура. У нас в гостях Юрий Зинович Люблин, первый вице-президент Национальной ассоциации пенсионных фондов. Телефон в студии 6510996, код города 495, пишите на сайт Финам.фм. Говорим мы сегодня об очередной пенсионной реформе и вообще о том, как формируется пенсия. Мы с вами обсудили, вы нам объяснили, что такое солидарная часть. Сколько процентов? Значит, на сегодняшний день тариф 22%. То есть, скажем, работодатель отчислил государству 100 рублей. 22 рубля пошло... 22 рубля идет в пенсионный фонд. Как они распределяются? Значит, формально норма... Нет, он отчислил 100 рублей. 100 рублей. 22... А, 100 рублей? Да. Это уже есть 22%. Давайте от другого. Моя зарплата 100 рублей и я перечислил, заработодатель перечислил 22 рубля. Значит, из этих 22 рублей, 6 рублей идет на мой накопительный счет. Эти деньги не выплачиваются текущие, они будут выплачены мне, когда я пойду на пенсию. Значит, оставшиеся 16% распределяются таким образом. 6% идет в общий котел на выплату всем, непонятно на что. И 10% только записывается на счет мой для выплаты... То есть, для обязательства на будущее. Так, не понял. Значит, вот лукавство состоит в том, что вроде бы работодатель в страховую часть на меня отдал 16%, но мне записывают на счет 10%, а 6% на общие нужды. А что значит общие нужды? А вот они говорят, вот бабушкам надо платить, вот кедосрочники, вот аграрии мало платят, вот индивидуальные предприниматели мало платят. Но это все равно якобы идет на выплаты... Нет, на выплаты текущих пенсий. На выплаты текущих пенсий. Но обязательства-то мои заведомо в день поступления денег, мне заведомо занижают обязательства. Вот профсоюзы часто говорят, взнос это отложенная часть зарплаты человека. Но я говорю, я согласен. Вот в моем примере 16 рублей из взноса, это отложенная часть моей зарплаты. Но почему мне записывают, что мы тебе вернем только 10 рублей? Запишите мне 16, я не возражаю. Платите из этих 16 сегодняшние пенсии. Но верните 16. Но верните 16, а не 10. Точно такая же ситуация с людьми, которые получают приличные деньги, свыше там 500 тысяч в год. Для них установлен ДОП-тариф 10%, но он идет в общий котел, он не пишется мне на счет. Мало того, вот сейчас с 1 января ввели дополнительный тариф для тех, кто уходит досрочно. Я ухожу, предположим, я какой-нибудь столевар. Я ухожу на пенсию раньше, мне говорят, вот денег ты забираешь больше, на тебя не хватает, пусть работодатель платит дополнительный тариф. Кто на 10 лет раньше, там 4%, кто на 5 лет раньше, 2%. Казалось бы, на мой счет должны записать деньги, чтобы мне платить, когда я уйду рано на пенсию. Не, тоже в общий котел. Получается так, что работодатели накачивают расходы на выплату пенсии, ну, скажем, на уровне стран ОСР. Где-то там 9-10% ВВП у нас расходы на пенсию. Но за счет этих манипуляций у нас уровень пенсии остается нищенский. При таких накачках средняя пенсия 9,5 тысяч. Куда все остальное девается? На общие нужды. На выплату всем, вот, чехам, у нас 37,5 миллионов пенсионеров. Пенсионеров по старости 30, там 29 миллионов человек. Вот это все идет на текущие выплаты. И когда мне сегодня говорят, ты давай выбери себе в течение 13-го года, определись. Либо тебе вот эта та часть, которая будет платиться с колес, то есть вот взносы пойдут сразу на выплаты другим, но мы тебе запишем обязательства. Но, как я уже говорил, они заниженные будут. Либо ты хочешь остаться с 6%, вот этими моими 6 рублями, с тем, чтобы когда ты выйдешь на пенсию, когда-то там лет через 20, мы посмотрим, какие накопления, и будет у тебя вот накопительная часть пенсии. Значит, я оговорюсь, это речь идет о людях, которые родились в 67-м году и позже. Да, да, да. Потому что для тех, кто родился до этой даты, их вообще наказали. В 2005 году отменили для них накопление. Были крохотные накопления, 2%. Платили 2002, 2003, 2004. Я же получал вот... Письма счастья. Письма счастья от ВЭБа. От ВЭБа. Получал письмо, я помню, даже смеялся. Что-то доходность, по-моему, это было, если не ошибаюсь, за 2010 год. Доходность была указана 1,8, что ли, процента. ВЭБ-управляющая компания. Я посмотрел, открыл, посмотрел доходности по ОФЗ. Посмотрел, что еще, оказывается, и по номиналу ОФЗ выросли. И должен был бы получить, ну, где-нибудь 8-9%. Вопрос. А где деньги, Зин? Ну, это целая история. Кстати, сейчас есть люди, я знаю, примерно 400 человек обратились. Уже пошли люди, которым надо платить из накоплений. Ну, там же, получается, они получают какие-то мизерные накопления. А что вы хотите, за 3 года по 2%? Да. Но есть люди, у которых накопление ниже номинала. Мы 3 года ставили вопрос, к президенту обращались, к премьеру. Ребята, острая проблема. Надо делать систему гарантии сохранности пенсионных накоплений. Так же, как по аналогии с АСВ, например. С банковскими вкладами. Вот сейчас, наконец-то, зашевелились. Надо делать... Вот система, когда НПФ должны были показывать ежегодную безубыточность по размещению пенсионных накоплений. Пришел 2008 год. Вот 2008 год интересный. Значит, минус был, по-моему, процентов 20. Это еще ничего. Ничего. ФСФР издает приказ государственному пенсионному фонду, где вот молчуные собрались, разрешить разнести отрицательный результат. По счетам вкладчиков. Нормально. НПФ им говорят, а вы, ребята, за свой счет восстановите вот эти 20%. Фонды перекрыли эти 20% уже в первой половине 2009 года. Там доходность пошла под 30%, и они все это дело перекрыли. Мы говорим, ну нельзя пенсионные накопления делать на таком краткосрочном горизонте. Конечно, нельзя. Это долгосрочные деньги. Они для выплаты понадобятся через 20-30 лет. Вот первый человек в нормальном возрасте пойдет на пенсию в 2027 году. Он родился в 1967. Вы хотите, чтобы мы каждый год показывали плюс. Это рынок. Могут быть падения внутри. Главное, чтобы на 2027 год у этого человека деньги были сохранены. Вот сейчас только начинают и обещают в скором времени принять соответствующий закон. Ну вот нам Галина пишет, что большая половина населения не доживет до пенсии. Вопрос, где деньги. У меня тоже был такой вопрос. Я посмотрел продолжительность жизни среднюю, и у нас пенсионный возраст 55 и 60. Мужчины сейчас живут 64 и 3, женщины 76 и 1. Доживет. Степан, не просто доживет. Значит, средняя продолжительность жизни и пенсионная система вообще мало имеют между собой связи и общего, поскольку средняя продолжительность жизни – это предстоящая жизнь поколения родившегося сегодня. И она очень во многом определяется младенческой смертностью. А пенсионеры, которые люди, добравшиеся до 65 и 5, они живут гораздо дольше. До 37 миллионов пенсионеров. В среднем мужчина, 60 лет вышедший на пенсию, получает пенсию в пределах 14-15 лет. Женщины… Все понятно, какое здесь лукавство. Это не лукавство, это важно очень точно понимать. Поэтому Галина, если она доберется до пенсионного возраста, то она, грубо говоря, будет получать пенсию лет 20. А, Юрий, а не кажется ли вам, что вот все, вот если посмотреть, скажем, возьмем США, social security fund пустой, посмотрим на Британию, посмотрим на страны Евросоюза, у них точно такие же проблемы с пенсионными фондами и социобеспечением. Но ведь государство у вас забирает деньги сегодня на свои нужды, на свои игры, особо у нас, наши чиновники. Там олимпиадку построить, еще какой-нибудь мостик на каком-нибудь пустом острове, что-нибудь такое придумать. Это же, грубо говоря, изъятие средств, такой дополнительный налог. А почему бы его просто не отменить? Вот каждый человек должен знать, что он должен откладывать деньги на черный день, на свою пенсию. Должен воспитывать детей, которые бы его поддержали в трудное время. Ведь впервые все это возникло во времена Великой депрессии. Господин Рузвельт тогда устроил всем... Не-не-не, пенсии солидарные, так называемые, возникли гораздо раньше, возникли при Бисмарке в Германии. Это Германия, это социальное общество, да. А вот в такой масштаб они приобрели только во времена Великой депрессии. Государству нужны были деньги. Они просто забирали, ввели дополнительный налог такой, обрисовав все очень хорошо и красиво. Может быть, просто от этого избавиться? Вот есть пенсионеры, выплатить им пенсию, пока они все не умрут своей смертью. А людей, которые живут сейчас, скажем, в возрасте 20 или 30 лет, сказать, ребят, на пенсию копите сами. Нет, это неправильно. Мы, в общем-то, цивилизованная страна. А что в этом нецивилизованного? Это социальный договор. Люди говорят, что... Человек должен нести ответственность в свои действия. Я не возражаю. Давайте... Копи сам. Да, пожалуйста, вы только сделайте систему, которая меня бы стимулировала к этому. А зачем? А то, что понимание того, что рано или поздно вы станете нетрудоспособным, к этому вас не стимулирует? Я исхожу из того, что в социальном государстве, к коему мы себе провозгласили, есть обязанность по отношению к старикам. По отношению к старикам. И к детям, и к старикам. Правильно. Вот пусть эти обязанности будут выполнены. А тем, кому 20, ребят, копите сами. Нет, но мне 20, через 40 лет мне будет 60. Ну, через 40 лет вы накопите деньги себе на пенсию. Это я сам. Но я исхожу из того, что государство, государственная система, мне тоже обязана предоставить как минимум гарантию, грубо говоря, прожиточного минимума пенсионного, если это социальное государство. Ну, вот не согласен с вами. Смотрите, 22%, которые ваши работодатели выплачивают государству, пусть он выплачивает вам. И вы же сами будете решать, что вам делать с этим 22%. Нет, есть солидарность поколения. Есть, она есть, вы никуда не денетесь. Вот молодые, сегодняшние 20-летние, они в такой форме осуществляют, ну, как бы свою обязанность молодого поколения заботиться о старом поколении. Я с этим абсолютно согласен. Есть внутри, грубо говоря, отраслевая солидарность. Когда аграрий, получая меньше, скажем, шахтеров и столеваров, они, металлургов, они живут, грубо говоря, за счет части взносов, которые делают высокооплачиваемые люди. Такая солидарность, это во всем мире так существует. Другое дело, что вы говорите, там, в Америке, social security фонд, это государственный фонд. Да. У частных фондов проблем, связанных с демографией, чем вызвана сегодня проблема государственных фондов, прежде всего, демография. Да, демография. Катастрофически ухудшается, в том числе и в России. Вот меня до сих пор беспокоит, и я не понимаю позиции вот новоявленных лидеров пенсионных программ в правительстве, которые исходят из того, что демография – это не про нас. В России все будет хорошо. В России через 10 лет ситуация будет резко ухудшена. У нас количество, численность занятых в экономике… Старение населения. Старение населения и уменьшение числа работающих. Доля пенсионеров растет, доля работающих, которые их, грубо говоря, кормят, падает. Вот за три года к 15-му году минус миллион, миллион людей, занятых в экономике. Сегодня вот в экономике есть цифра – 68,3 миллиона человек занятых в экономике. Но взносы платятся за 45-46 миллионов наемных людей. Вот где-то потеря на уровне 20 миллионов, может, это не потеря, это, может быть, из них миллионов 16 – это индивидуалы. Но считается, что они платят меньше. И пенсионные накопления образуются только у этих 45-46 миллионов. Из них 20 миллионов человек, вот обратите внимание на эту цифру, уже сидят в негосударственных пенсионных фондах. Потому что они сильно сомневаются, что государство обеспечит им возможность получить то, на что они рассчитывают. А НПФ им эту возможность дадут? Дадут. Каким образом? Я могу вам сказать, что вот… Мы прорываемся на новости и обсудим этот вопрос дальше. Добрый день, в эфире Степан Димур. У нас в гостях Юрий Люблин, первый вице-президент Национальной Ассоциации Пенсионных Фондов. Разговариваем мы о пенсии. Сразу хочу ответить на вопрос Ильи. Вопрос звучит следующий. Существуют ли в мире финансовые инструменты высокой надежности, обеспечивающие доход выше инфляции? Ответ – да, существует. Называется золото. С 1913 года, с момента создания ФРС, золото приобрело 50% покупательной способности, доллар потерял 98%. Вот у нас телефонный звонок беспокоит нас Андрей из Домодедова. Он забил всю почту вопросом, как задать вопрос на сайте. Вы идете на сайт Финам.фм, на страничку программы «Парадокс» и задаете вопрос. Если вас туда, конечно, пустят. Может быть, вы забанены и администратор вас не любит. У нас есть несколько телефонных звонков. Давайте возьмем Наталью. Наталья. Добрый день. Добрый день. У меня к вам два вопроса. Значит, первый вопрос. Если человек откладывал пенсионный фонд, эти деньги отчисляли, и вот он умер раньше, да? Скажем, могут ли эти деньги забрать его родственники? Это первый вопрос. А потом второй вопрос у меня в отношении того, на то, что у нас покупают недвижимость иностранцы. Они не пенсионный возраст. А когда у них будет пенсионный возраст, из каких денег они будут выплачивать пенсию? Вот два вопроса. Благодарю вас. Ну, это к вам, Юрий. Да, я готов ответить. Первый вопрос в отношении, к сожалению, умершего человека до наступления пенсионного возраста. Это как раз одна из привлекательных сторон накопительной части. Родственники, наследники могут воспользоваться этими деньгами, которые у него накопились до выплаты пенсии. В страховой части такого нет. Если человек там не дожил до 60 лет, скажем, мужчина, ни копейки, ни каким родственникам, все это дело идет на общие нужды. Это один еще из стимулов выбора накопительной части пенсии. Что касается иностранцев, то у нас со многими странами заключены соглашения о пенсионном обеспечении. Это общемировая тантенция. Люди перемещаются, люди работают в других странах. Принцип такой. Куда платил взнос, оттуда будешь получать. Если они жили здесь и работали здесь, и платили взносы в наш пенсионный фонд, значит, у нас есть обязательства перед ними. Если они здесь просто жили, то мы никаких обязательств перед ними не имеем. Вот Андрей из Домодела очень быстро сориентировался, нашел таки Финам.ФМ. Да. И задал даже не вопрос, а попросил сравнить пенсионную систему России и Белоруссии. Вы можете что-нибудь сказать по-моему? Значит, Белоруссия пенсионная система классического советского образца. Там регулярно все выплачивается. Выплачивается не по каким-либо шикарным нормам, а по минимальным, но выплачивается. А система, основанная на позиции советской системы, значит, все исчисляется с учетом стажа, с учетом заработка. И работодатели также платят взносы. А зачем? У нас же тоже такая система была. Зачем ее нужно было менять? Дело в том, что в Белоруссии нет такой демографической проблемы, как есть в России. Старение населения? Старение населения. Но у них же в Белоруссии, настолько я понимаю, у них очень большой отток населения, когда население уезжает на заработки в другие страны. Это же тоже проблема. Ну, я не скажу, что относительно численности их занятых отток уж такой большой. Но в России проблема демографии, она катастрофична. Распределительная система, к чему нас пытаются вернуть в условиях вот такого демографического тренда, это катастрофа. А, вот, то есть они нас пытаются вернуть в распределительную систему, когда живущие, работающие... Работающие содержатся на нынешних пенсионеров, в надежде, что когда я стану пенсионером, меня тоже будут содержать... Но у меня будут содержать... Но у работающих-то будет стоять все меньше и меньше. В том-то и дело, и меня будут содержать по меньшим нормам. Вот стратегия, упомянутая раньше, предусматривает какой-то непонятный для меня подход. Вот они говорят, надо вернуть требования к стажу. Вот раньше люди работали, 35 лет теперь будет норма стажа. Если ты 35 лет не отработал, то нормативной пенсии у тебя не будет. Что такое нормативная пенсия? Они говорят, 40% от заработка. Вот от заработка какого? Последнего? Ничего подобного. От некого заработка средней по стране. Нет, ваш индивидуальный заработок вообще никому не интересует. Нормально. Вот средняя зарплата по стране, вот возьмем реалии сегодняшнего дня, 25 тысяч средняя зарплата. Значит, они обещают всем 40% это 10 тысяч рублей, если вы отработаете 35 лет. Да во многих регионах люди за конвейером работают за 10 тысяч. Если вы заработок ваш 50 тысяч, вам гарантия тоже 10 тысяч. Вам сказали 40%. Если вы, не дай бог, получаете 100 тысяч в месяц, то вам тоже 10 тысяч. Вот человек, когда будет делать выбор между накопительной распределением, должен это понимать. Больше того, вот эта стратегия наказала женщин вообще самым неимоверным образом. Вот в эти 35 лет, так как написано в стратегии, они предполагают не включать время ухода за ребенком. То есть давай 35 лет фактического уплаты страховых взносов. Но вы знаете, что это такое? На самом деле, вот то, что вы сейчас рассказываете, это отголоски вот этой программы 2020, которую нам разработали. Десоциализация государства, снятие с государства всех социальных обязательств вообще. Речь идет о том, что вот эта стратегия в таком виде, это стратегия для бездетных семей. Женщина ставит перед выбором. Либо у тебя дети, либо у тебя пенсия в срок. Вот смотрите, скажем, пример такой. Женщина пошла на работу в 20 лет, начала трудиться. 35 лет вот отработала. Но за это время родила троих, к чему нас призывает, давайте семью с тремя детьми. Оформляла отпуска по уходу за ребенком. У нее к 55 годам стажа страхового будет 30 с половиной лет. Значит, 35 она выберет только где-то ближе к 60. Говорят, пенсионный возраст не повышает. Вот он формальное повышение возраста. Я не знаю, как будут объяснять дальше. По меньшей мере, в свое время президент дал указание 40 лет много, давайте не заниматься искусственным повышением возраста. Но это было перед выборами. Это было в конце прошлого года, когда... Как раз перед выборами. Нет, в прошлом году не было выборами. А, поза. Поза прошлого года. Вице-премьер это рапортовала. Да, да, мы учтем, но обвели вокруг пальца. То есть фактически от женщины будут всегда требовать больше, чем 35 лет фактически. Я уж не говорю, там есть медики, педагогические работники, которым прямо в лоб записали требования к стажу за пенсию по их профессиональной деятельности, есть такие пенсии, будут увеличены. Ну вот, смотрите, на самом деле получается, что вы подталкиваете людей к простой мысли, что заботитесь о себе сами. Но, по меньшей мере, если сегодня... Откладывайте деньги на свою собственную пенсию. Нафига вам государство вообще, если оно не может ничего обеспечить? Ну, ни нафига. То, что откладываете, если есть возможность, на свою пенсию, двумя руками за. Сегодня 7,5 миллионов людей... Только помните о динаминации рубля, которую всегда могут сделать. Сегодня 7 миллионов, около 7 миллионов человек добровольно откладывают на свою пенсию. Это статистические данные? Опросы или что? Нет, это фактические данные. В системе негосударственных пенсионных фондов около 7 миллионов человек уже на протяжении многих лет откладывают на добровольные пенсии. Уже начались выплаты этих пенсий тем, кто уже пошел на пенсию. Но это же опять же просто та же самая накопительная система. Она и есть накопительная. Я имею в виду... Но это добровольно. Это как то, чего вы не говорите. Я имею в виду, вот вы... У вас получили зарплату? Вы часть зарплаты отнесите в банк. Нет. Получили, отнесите в банк. Понимаете, НПФ... Я просто очень хорошо знаком с финансовой индустрией, особо в России. Я очень хорошо знаю, что такое НПФ. Это... Степан, я вас уверен, вы не очень хорошо знаете, что такое НПФ. В вашем понимании... Сколько раз они... Как они попали в 2008 году и что там было... А кто не попал в 2008 году, вы мне скажите. Я не попал. Какая структура? Банки попали? Попали. Вот. А вы говорите, неси в банк. Сберг остался жив. Сберг это, по сути, государственная машина. Это машина ЦБ. ЦБ, не государственная машина. Ну, я условно говорю об этом. По меньшей мере, сегодня, всякое может быть, сегодня народу объявили, народ, делай выбор в пределах 2013 года. Делай выбор о том, что ты не знаешь практически. А что я не знаю, потому что мне никогда, как мне будут по солидарной части рассчитывать пенсию. Я предполагаю, что она будет меньше. Я знаю, как будет накопительная пенсия. Рассчитывается из двух показателей, двух условий. Сколько у тебя на счете и срок получения пенсии в месяцах. Все. Куда проще, элементарно. Нам говорят, вот формула сложная, надо сделать понятную для людей. А что, по-моему, понятная формула? А людям непонятно, оказывается, по мнению вот этих верхних чиновников. Надо сделать ее понятную. То, что я знаю, какие наработки идут, это просто жуть. Содрали часть, один из вариантов, с французской частной пенсионной системы, бальную систему. У вас теперь не будут там деньги на счете, а у вас будут баллы, которые потом будут превращать известным всем способом в деньги. И плюс вам вот эта некая средняя зарплата, которая на 20% идет через... А можно задать вопрос, а какое количество эффективных менеджеров и высококолицерных профессионалов занимаются разработкой научной системы, если не секрет? С моей точки зрения профессионалов. Я как налогоплательщик, сколько я трачу денег на этих специалистов? Я согласен с вами, что есть такой вопрос с моей точки зрения, это моя личная точка зрения. Я пенсиями занимаюсь с 1973 года, и я поэтому могу оценивать по меньшей мере для себя. Профессионалов там почти нет. Я говорил вначале, пришли люди, которым кажется, что вот до них ничего не было, они сейчас порушат то, что было неправильно с их точки зрения, и создадут новое. Хорошо, как они собираются фиксировать эту дырку в триллион, которую вы сказали? Ну вот одна попытка, которая им не удалась, забрать пенсионные накопления и направить на текущее потребление сегодня. Но вы сами понимаете, чем это грозит? Это грозит ужесточением дыры где-то... Чуть позже. Чуть позже. Но главное сегодня по, я так понимаю, их тактике заплатить сегодня, а там условно к 20-му, к 25-му году их уже не будет. Ну да. Будут другие. И будут другие приемы. На мой взгляд, надо балансировать доходы с расходами в каком плане, нужно с учетом экономических результатов предполагать решение, которое вы собираетесь предпринять. Вот если инфляция 6%, но не надо повышать пенсии на 20%. Я понимаю, что пенсионеры живут с маленькой пенсии, надо что-то думать и другое. Но если у вас денег на 20%, то есть на 6%, ну если вы принимаете решение на 20%, ну давайте источник. Я не знаю, кто-то предлагал там часть трубы повернуть в пенсионный фонд, кто-то предлагал какие-то от приватизации доходы на это дело. Не, ну прекрасная идея на самом деле. У нас в Конституции записано, что недра принадлежат народу. Недра принадлежат у нас нескольким олигархам. Почему бы их не раскулачить? Ну это митинг, мы же не на митинге с вами. А почему митинг? А почему как не идея, брошенная в массе? Ведь идея становится силой материальной, когда... Я согласен, что может быть и такая точка зрения, но речь и вот о чем идет. Вы все-таки либо строите цивильную пенсионную систему, которая основана на страховых делах. Страховые дела это зарплата, ни другого нет источника. А скажите, пожалуйста, Юрий, а вот все время говорят, что те люди, которые разрабатывали предыдущую систему, они ошиблись, допустили ошибку? Ну это, знаете, это даже досужие домыслы. Это когда премьера снабдили такой информацией. Никто, я сам участник той команды, я представлял некоторые пакеты законопроектов в Думе в том числе. Никто никогда не ставил задачу сравнивать распределительную или солидарную часть пенсии и накопительную. По уровню тарифа хотя бы. Возьмите на сегодняшний день, я уже говорил, 16,6. Ну нельзя за 6% сделать больше, чем за 16. Как можно сравнивать? Кроме того, досужие домыслы неких теоретиков, в том числе докторов наук, которые научные доклады писали о том, как хорошо в солидарной схеме, как плохо в накопительной. Исходили вот из чего. Брали завышенные темпы, о чем я говорил. Роста страховой части. Ну она же берется от роста из-за роста ВВП. Ну я же вам объяснил, что вот в 2009 году взяли 40%. У вас что, ВВП рос на 40%? Ну тогда было тема удвоения ВВП. Вы исходите из результата. Да. Так вот эти такие темпы, такие повышения пролонгируются до 30-го года. И говорят, вот как страховая будет лучше. У нас перерыв на новости. Добрый день, в эфире снова программа «Парадокс» с Степаном Димураем, телефон 6510996, код города 495. Пишите на сайт FM. Вот приходят к нам интересные письма. Вот захотел, хотел бы вам зачитать. Как раз по поводу Белоруссии. Андрей пишет. На сегодняшний день в Белоруссии 45% пенсионеров. И пенсию моей тещи в районе 11 тысяч на сей день. А у моей бабушки 85 лет. В России стаж 50 лет. Пенсия такая же. Вот там советская система, а у нас прогрессивная. Либеральная система. Вопрос от Александра. Если к 60 годам трудовой стаж 0 лет официально не работал, пенсия будет? В 65 будет социальное пособие. В социальное пособие сколько? На уровне прошиточного минимума. Это где-то на уровне... На сегодняшний день это 5-6 тысяч. Ну что ж, что хочется сказать. Вам еще дотянуть 5 лет как-нибудь, не знаю, бутылки сдавайте. Ну, на самом деле, то есть, грубо говоря, вот та система, вернее скажем, та проблема, которая сейчас есть, она сформировалась из-за социальной ориентированности бюджета. Ну, я бы сказал так. Знаете, надо проанализировать природу дефицита пенсионного фонда. К сожалению, этим мало кто занимается. Вот я несколько цифр приведу. Значит, есть льготы по уплате взносов для работодателей. Ну, всякие там, Нановские, Нировские и прочие конторы, они либо освобождены, либо платят пониженный тариф. Значит, для бюджета пенсионного фонда в условиях 2012 года это 550 миллиардов рублей. Стратегия говорит, что, ребята, мы будем для всех устанавливать одинаковый тариф. Начали в первую очередь увеличивать тариф для тех, у кого есть вредные и прочие рабочие места. Но они трогают там такие приличные конторы типа Сколково, Роснано и прочее. А чего какой-то избирательный подход? А почему назвали Сколково или Роснано приличные конторы? А в основном, нет, я говорю, приличные конторы, в которых есть вредные рабочие места. Ну, может быть, а Сколково тоже приличные конторы. Может быть, я не беру содержание. Я исхожу из того, что там вот льготу дали и сидят молчат. Ну, поставьте вопрос, через пять лет, ребята, льгот не будет. Я понимаю, что, может быть, это связано с каким-то там ростом экономическим и прочим. Но какой-то подход избирательный. Вторая позиция, которая может быть известна только профессионалам. Значит, в нашей структуре пенсии есть, так называемый, фиксированный базовый размер пенсии. Это примерно 40% от страховой части. То есть, всем одинаково. На сегодняшний день это где-то около 4 тысяч. Вот в тех 9,5, которые мы с вами получаем, это 40% фиксированная базовая. Это деньги, которые всегда шли из бюджета. Сегодня почему-то собираются балансировать это за счет страховых взносов. Вот он дефицит. Сумма, ни много ни мало, 1,4 триллиона это расходы на фиксированный базовый размер пенсии. Ну, это же можно пустить на Олимпиаду, распилить там на... Пенсионные деньги, я вас уверяю. Нет, вот эти вот 4,5 тысячи. 1,4. Нет, ну... Если их не брать из бюджета, значит, бюджет ставит больше 1,4, можно распилить. Логично? Это я не говорил, это сказали бы. Я исхожу из того, что если покопаться, то внутри самой пенсионной системы можно найти источники для того, чтобы эту дырку постепенно сокращать. Но не таким путем, как вот эти новоявленные люди предлагают. Давайте пенсионные накопления закроем, сегодня трудно жить, и направим их на текущие потребления. У нас звонок есть. Надежда, вы в эфире, добрый день. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. А вот почему все-таки отменили, ну, чтобы человек получал за стаж отработанный? Зачем мы кормим всех дармоедов? Кто не работает, кто пил, и все оформляют, кто группу, им платят, даже вот эти городские. Конечно, это чужие деньги, доплачивают опять уравнилок. Если у меня большая пенсия, мне платят 2,600, а кто не работал, им по 4. Ну зачем? Отдайте тем людям, кто работал. А кто не работал, пусть сидят на хлебе и воде. Значит, что я могу сказать, Надежда, по этому поводу? Ну, во-первых, было поручение президента, оно учтено. Теперь стаж в большей степени будет учитываться, чем сегодня. Он сегодня учитывается тоже. Но признано необходимым увеличить это требование вот до 35 лет. Ну, тут, знаете, какие вопросы? Ну, если человек вообще не работал, на что он жил, это вопрос до пенсии возникает. И, по-моему, для людей с точки зрения пенсии понятнее система, когда ваша пенсия исходит из того, сколько средств на вашем пенсионном счету. Ну, если ноль, ну, государство в виде какого-то социального пособия обязано будет содержать этих людей. Тут уж никуда не денешься. Слушайте, ну, вот у меня простой вопрос. На самом деле, я вообще не понимаю, о чем у меня тречь по большому счету. Потому что, смотрите, стоит только национализировать Центральный банк, сделать его национальным банком, он вам спокойно напечатает этот триллион рублей. И особо никакой инфляции не будет от этого. Ну, я такого подхода не понимаю. Напечатать? А кто мешает? Ну, нужен вам триллион. Не, ну, кто мешает сегодня без национализации Центрального банка напечатать триллион? А он вам не даст? А я имею в виду, что указания-то могут дать Центральному банку. А почему-то они рассматривают такой подход. Ну, все-таки... Хорошо, выпустить пенсионные облигации. Вот на сегодняшний день... И все, ну... Давайте я вам расскажу, какие пенсионные деньги сегодня начинают наконец-то задействовать. Мы несколько лет уже ставим вопрос, ребята, давайте долгосрочные... Ведь это же еще длительные инвестиции, вот правильно вы сказали. Это длинные деньги, которых не хватает в стране. Да. Вот наконец-то на сегодняшний день я могу сказать, что лед тронулся, и власть активнее стала заниматься этими проблемами. Сегодня есть куча поручений президента и премьера подготовить к маю месяцу программу такую про инфраструктурную облигацию. Общий объем пенсионных накоплений, добровольных и недобровольных, на сегодняшний день 3 триллиона рублей. Эти деньги лежат никому не нужные были. Сегодня, слава богу... А кто будет давать гарантии государству этих облигаций? Я думаю, что государство должно как минимум сказать 1-2% выше инфляции, я вам возвращаю. Ну, надо ведь, во-первых, поставить вопрос о сохранности, а второй вопрос о доходности. Вот если есть механизм сохранности этих денег, которые мне говорят, если у тебя не хватит при выходе на пенсию до определенной суммы, я тебе добавлю. Ну, как по банковским вкладам. Государство говорит, я гарантирую 700 тысяч возврат всегда. Причем это не бог весть, какие деньги, потому что мы исходим из того, что и расчеты показывают, что при выходе на пенсию выходят, во-первых, не все сразу, и не все придут с отрицательным результатом. И есть источник дохода, потому что есть взносы поступившие. Вот люди пишут письма, говорят, вот Станицу назвали, в крае сейчас посмотрю, только что видел почту. Станица Яровская, по-моему, Ярославская, прошу прощения. Но это Краснодарский край. Краснодарский край, да. Всю жизнь пенсия 5 тысяч рублей. Нафига вообще платить пенсионные деньги? Лучше уж самому копить на пенсию, на старость. И самому тоже. На самом деле, люди задают очень умные и правильные вопросы. Читаем дальше. А нужны ли пенсии вообще, пишет Андрей. А мой... нет, сейчас чуть-чуть попозже сочитаем. Вот, на мой взгляд, пенсия одна из форм рабства, где человек становится рабом у системы. Никогда раньше на Руси пенсии не было. Старики и родители при достижении определенного возраста переходили под опеку детей. Я считаю это правильно. Надо воздражать статьи в стране институт семьи, и тогда вопрос о пенсиях отпадет сам собой. Я с ним абсолютно согласен. А еще один выход, возвращаться к корням и к земле. Недавно приехал из Белоруссии, был под Брестом, познакомился там с дедушкой, 70 лет. Так он пенсию вообще не получает. Не оформлял ее, трудится на земле, коровки, свинки, молочко, продает масло, мяско и тому подобное. Очень хорошо. Но только на Руси, молодой человек, не только на Руси, в мире пенсии не было до... Так, если в нынешнем понимании это слово, до конца 19 века. Да, да. Когда пошла эта промышленная революция, народ понял, что надо договариваться, в первую очередь, по заболеваниям и по инвалидам. Пенсии по старости появились гораздо позже. Позже. Но это уже компенсация за потерю трудоспособности. Но это социальная солидарность. Люди договорились. Правильно. Я согласен с вами. Вот мы с вами все сели, там нас 10 человек, давайте договоримся, что мы скидываемся по рублю, для того, чтобы, если, не дай бог, с кем-то, то вот мы и будем платить. Согласен. Поэтому отказ от пенсии, ну, давайте лапти оденем. Никто же не возвращается к лапти. Ну, смотря какими. Если ты от гучи, могут вернуться. Не знаю. С учетом ограниченного времени, мой совет людям, с учетом актуальности проблемы, выбора, я рекомендую все-таки людям, у которых зарплата выше средней, идти в негосударственные пенсионные фонды и выбирать накопительную часть, если они еще этого не сделали. При этом я бы руководствовал чем? Если бы это меня касалось. Я уже старый, мне поэтому, к сожалению, выбирать не приходится. Есть фонды, которые показывают постоянно высокую доходность. Вот все досужие домыслы, что фонды потеряли, там вот Оксана Генриховна Дмитриева, известная, она всегда говорит, вот фонды дают 5%, а инфляция была 9%. Значит, вранье все это. Пенсионные фонды, негосударственные, занимаются инвестированием, занимаются пенсионными накоплениями с 2005 года. Вот официальные данные ФСФР по периоду с 2005 по 2011 год. Вот инфляция накопленная составила 93,4%, доходность по накоплениям в НПФах составила 107,8%. Ну, они хотя бы отбили инфляцию. Ну, не просто отбили, они ее превзошли. Поэтому я бы вот так выбирал фонд по какому принципу. Ребята, покажите доходность за последние 3-5 лет. Ну, 8-й год я бы выбросил. Ну, 3 года. Это его выбрасывать нельзя, как раз вот его ты нужно включать. Хорошо, давайте за 5 лет мне дайте инфляцию. С 5-го года. Дайте мне вашу доходность за 5 лет. Да. И дайте мне ваши объемы, которые у вас сегодня есть, то есть это сколько людей вы привлекли. Есть фонды, которые имеют по рейтинговым оценкам... Вы хотите загнать несчастных будущих пенсионеров в фондовый рынок? Что же вы делаете? Сегодня 20 миллионов наемных людей уже сидят в негосударственных пенсионных фондах. Я исхожу из того, что в 2013 году еще 5 миллионов человек как минимум уйдет из государственной системы, понимая, что там, ну, как говорят, обманут. А в НПФ не обманут? Вот они честно исправились. И красивые ребята пушистые белые. С учетом того, под каким контролем собирается быть, жить государство. Возьму последний звонок. Пожалуйста. Ольга. Добрый день. Только очень быстро. У нас очень мало времени осталось. Так, две секунды. Уважаемые сограждане, не надо доверять ни государству, ни тем, кто когда-то представлял государственные органы. Мы с 80-го года проживаем в коммунизме. Не надо. Ищите в себе какие-то таланты и наклонности, которые в последующем могут дать хотя бы небольшой, но прирост к вашему прожиточному минимуму. Удачи! Спасибо. У меня всегда есть ручная граната. Нет, у меня приятель на этот счет говорил, если что не так, я растяжку кушаю. К сожалению, наша программа подходит к концу, и вы даете все-таки, вот, ваш уверенный в том, что лучше идти в НПФ. Понимаете, с учетом, повторю, условия, если зарплата ниже средней, может быть, овчинкой выделки не стоило. Если выше, обязательно это надо делать, потому что вернуться можно будет всегда. Сейчас непонятна ситуация с людьми, которые придут в 2014 году, начнут карьеру. Но им-то выбор будет или не будет, потому что вопрос открытый. Понятно. Но, на мой взгляд, определяться есть в чем. Вопрос в том, какой фонд выбрать. Сомнение в том, что... У меня позиция диаметрально противоположная. Никогда не ходите на фондовый рынок. Ну, оставайтесь в системе Пенсионного фонда России. И получайте деньги в конвертах. Вот мой совет. Это... Получайте деньги в конвертах. До завтра. Что ж, до завтра наша программа подошла к концу. Удачи вам всем. Спасибо. Спасибо.